Всем привет, это Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Великобритания проведет аудит, предоставляемый Украине помощи. Источник издания сообщил, что в правительстве Соединенного Королевства хотят знать, что мы вложили и что мы от этого получили. Недавно была новость про Германию, теперь новость от Великобритании. Я полагаю, что теперь для большинства понятно, что помощь Украине это не только, по мнению многих, вынужденная мера, а также и неплохая инвестиция. Великобритания и Германия об этом говорят открыто. Ждем сообщений и от других стран. Дмитрий Медведев высказался о законных военных целях, среди которых любые войска противника, любая военная вспомогательная техника, любые объекты военной инфраструктуры, из гражданской, мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы, мастерские, выполняющие военные заказы, военно-политическое руководство, вооруженные силы союзников, вступившие в войну и расположенные на их территории объекты. То есть, буквально все, что ты таким провозгласишь. Центральный банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Что самое забавное, это никаким образом не повлияет на конечные, получаемые россиянами потребительские и любые другие кредиты. Ключевая ставка это исключительно для банков, которые будут это дело рассматривать. Но обратите внимание, что любой потребительский кредит, где бы вы его не брали, будет составлять минимум 20% годовых. Знаете, это как с бензином. Бео нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Нефть стагнирует, бензин дорожает. Ключевая ставка. Что может быть еще смешнее? Ютуб начнет банить токсичных пользователей. Новая система модерации будет отслеживать оскорбительные комменты и блокировать токсиков на 24 часа. Пока система распознает только комменты на английском, но со временем освоит и другие языки. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов. И поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. Наибулина признала, что у России валютные резервы остались только в юанях и золоте. Понимаете? Объясню. Золото не ликвидно. Его быстро не продашь. Для этого нужно подготавливать хорошую и при этом очень долгую сделку. Так что реальные резервы России исключительно в юанях. То есть мы целиком и полностью зависим от Китая. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов. И поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов. И поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика. До скорого ролика. До скорого ролика. До скорого ролика. Продолжение следует...